Насколько часто больные, включённые в исследование лидер, принимали препараты, влияющие на риск развития Ну, спасибо, наверное, очень важный вопрос. Я бы сказал так, они получали их все, вопрос только в другом. Они получали весь набор или частями? В качестве примера 80% и больше получали гипотензивную терапию, 70% и больше получали гиполепидемическую терапию, больше 40% получали антиагреганты, плюс часть ещё другие противотромботические препараты. У тех, у кого в первую очередь была сердечная недостаточность, хотя их было 12-15%, но и тех, у кого требовались диуретики, получали и диуретики, теперь уже как препарат и гипотензивный, и препарат для лечения ХСН. Поэтому сказать, что это пациенты без контроля за сосудистыми проблемами, нет, нельзя. Наоборот, это пациенты идеальные с точки зрения достижения результатов. Вдумайтесь, систолическое давление среднее 135. То есть они просто в целевых параметрах по самому важному или мощнейшему фактору риска развития сосудистых катастроф. И вот здесь, честно говоря, получить вообще что-либо, то, что мы называем superiority или плюс, я думаю, это практически невозможно. Да, собственно говоря, и задачи такой не было. Была задача показать, насколько препарат может быть опасен в этой группе. Ответ был получен. Препарат не опасен. Всё. Поставлена точка. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова